Здравствуйте! Вот есть такой стишок про любовь. Я словно бабочка к огню стремилась. Так неодолимо. Ну, в общем, я божгла крылышки, наверное, выкладываю в огне. На самом деле, вот если вы обратили внимание, бабочки к огню не летят. Они летают вокруг этой лампы. Ну, вот сейчас мы редко видим вот там свечу или там, понимаете, вот лампу, в которой горит огонь. Вот лампочка электрическая на улице висит, а вокруг нее вьются, вьются мошки. Вокруг, не к ней. Они вот прямо к огню и сгорают. А вот вокруг летают. Дело в том, что связано это ни с чем иным, как с системой ориентации бабочек. Если космические аппараты ориентируются по звездам, по Солнцу, то вот живые существа на Земле ночью ориентируются по Луне. Для них это источник света, Луна. Пчелы днем по Солнцу могут ориентироваться. Они видят Солнце. А Солнце далеко, бесконечно далекий источник света. Что будет? Он будет все время с одной и той же стороны. От летящей бабочки или летящей пчелы. Это Солнце или Луна. Все время с одной и той же стороны. То есть они должны лететь. Если они взяли какой-то курс, то они должны лететь под определенным углом к направлению на источник света. А тут вдруг появляется яркий источник света ночью, который затмевает Луну в представлении этой бабочки. И она начинает летать вокруг, получается. Она же держит определенный угол. И вот она летит, сей летит. Вокруг летает. Вот почему, оказывается, бабочки летают вокруг источника света. Не вот им свет прям нужен какой-то. Они просто вокруг него летают. Сбой в системе ориентации. Кстати, очень большая загадка. Как же ориентируются в бескрайнем нашем мире птицы, когда совершают свои перелеты с юга на север и с севера на юг? Потому что не всегда они летят в хорошую погоду. То есть по Солнцу ты особо не сориентируешься. Ну, по звездам это вообще уж как-то слишком круто, чтобы они еще по звездам ориентировались, по созвездиям. Кстати, кто знает, как ориентироваться по небесным телам, по небесным светилам, тот, кто знает, он скажет, что для этого еще нужно знать точное время. То есть у этих самых перелетных птиц, у них что еще, так сказать, датчик точного времени есть? Скорее всего, нет. Скорее всего, они ориентируются по магнитному полю Земли. Вот оказывается, у многих живых существ, так сказать, высших организмов, типа вот нас или птиц, вот, у некоторых особей популяции есть клетки, чувствительные к направлению на магнитное поле. То есть вот у нас есть клетки, чувствительные его, скажем, к направлению гравитационного поля, да? Это не клетки, это орган, в нем плавает такой камушек маленький, он давит в определенный направлении. Мы знаем, где вверх, где низ. Вот так вот. Вот. А тут тоже самое, некий камушек, но он, я хочу подобрать слово, он чувствует магнитное поле, ориентируется по полю. Ну, с того же, это компас. И вот таких особей немного, всего несколько процентов. Они и в популяции человеческой тоже есть. Эти люди могут, значит, по лесу хорошо ориентироваться, в любую погоду, там, по подземным лабиринтам. Они всегда заводилы, вожаки, во всяких там разбойничьих ватагах. Ну, как же, для разбойничьих ватаги очень важно не заблудиться, сбить со следу своих преследователей. Вот. А тем более, преследователи назначали начальника не по принципу, есть у тебя вот эти вот свойства магнитные, а просто вот там начальник дослужился, будешь начальником отдела ловить разбойников. Да? Вот. Вот такая вот ситуация. Очень замечательные свойства, но обладает им далеко не все. Несколько процентов. И вот, кстати, обратите внимание, социологи говорят, что вот у нас в обществе, так сказать, креативная часть общества, это тоже несколько процентов. И вот как-то вот возникает такое подозрение, а что это вот они эти несколько процентов совпадают. Может быть, это та самая часть общества, креативная, которая вот раньше была вожаками разбойничьих ватаг, то есть у них вот это вот камушек вот этот там где-то в клетках, в магнитосомах есть, а? Кто его знает? Всех благ вам, удачи, до свидания.